На встречу, помимо пострадавших от боевых действий, пригласили специалистов различных структур, которые так или иначе помогают приезжим обустроиться на новом месте. Если есть и возникают какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться. Я не думаю, что кто-то вам откажет. Если будут возникать в последующем какие-то вопросы, мы тоже также на связи. Проблем у приезжих, конечно же, сейчас немало. Это восстановление старых и оформление новых документов, поиск работы, зачисление детей в школы и детские сады. Но все это ничто по сравнению с тем ужасом, который пришлось пережить этим людям. Неделю с детьми, с мужем, с его родителями, с моим папой находились сначала в подвале. В сыром, холодном. Дети все позаболели. Я заболела, муж заболел. И выходить тоже было страшно, потому что бомбили очень сильно. А потом, просто, наверное, от усталости, постоянное ожидание того, что к тебе что-то прилетит, мы решили уехать из Харькова. И я проделала очень долгий путь. Я ехала 12 дней, чтобы добраться сюда. Наталья Ольховская вместе со своими детьми в Нефтьюганске уже около недели. Пока живут у родственников. Даже за такой короткий срок женщина успела убедиться, что Нефтьюганск – город добрых и отзывчивых людей. Спасибо вашим сотрудникам, которые помогли. Женщина Ксения Алексеевна, не помню точно ее фамилию известная. Она молодец. Она проделала такую работу, упростила мне все бумажные дела. И с садиком, и школой помогла. Умничка, вообще ничего не могу сказать. Все отзывчивы, все помогают. Люди здесь очень добрые. Всего на сегодняшний день в наш город прибыли 15 пострадавших от боевых действий на Украине. У большинства из них в ближайших планах оформить российское гражданство и строить дальнейшую уже мирную жизнь в Нефтьюганске. Дарья Лунькова, Денис Ефремов, телерадио «Компания», Юганск.